Шахты номер 47 Шахты номер 47 В течение 80 лет сначала создание областного историй Кровического музея проводились различные раскопки, разведочные мероприятия, сборы. И в нашей экспозиции стоят находки каменного века или так называемого периода, ледникового периода. Это останки тоисторических животных мамонтов. Плечевая кость мамонта, ребра мамонта, зубы мамонта и, конечно же, череп бизона. Есть также рога исполинского оленя, рога первобытного быка, прародителя наших домашних крупного рогатого скота Тура. То есть все эти останки говорят нам, что на территории Карагандинской области в древней эпохе обитали вот эти доисторические животные. И, следовательно, еще одно доказательство – остатки каменной индустрии. То есть поделки, которые сделаны были руками человека. У нас первые археологические изыскания на территории нашей области работали профессора Московского, Ленинградского университетов. То есть конкретно в 40-е годы. Это Киселев, затем Клопчук. То есть они уже заложили ту основу, ту базу, которая в дальнейшем, в 60-х – это экспедиция Альке Хакановича Маргулана, в 70-х – это экспедиция Миркосомьевича Кадрбаева, в 80-е, 90-е – это экспедиция Александра Ткачева. Люди начали осваивать, жить уже начиная с эпохи Палеолита. О чем свидетельствуют находки рубила, поделки, разные поделки каменной индустрии еще с эпохи Палеолита. Самые удачные образцы находятся экспозиции областной историкой Калавийского музея. Далее эпоха бронзы, точнее андроновская культура Центрального Казахстана, ярко представлена в экспозиции. То есть это различные образцы ювелирного искусства, оружейного дела, то есть наконечники, стрел, копии. Далее эпоха раннего Железного века, ярко представлена в музее. То есть это те же самые украшения, оружие, далее различные поделки из кости и камня. Золотая серьга со вставным камнем, камень Яшма. То есть нами эта серьга была найдена в 2010 году в могильнике Тасарал, Ктугайский район. Да, остров Тасарал находится в Балхаше, в 13-14 километрах от береговой линии. Нам найден там целый могильник, состоящий из 14 курганов. И из них были раскопаны нами два кургана. И в одном из них нашлись останки взрослого человека и серьга, наконечники костяных стрел, бусины. То есть эта серьга золотая нам говорит, что наши предки еще в эпоху раннего Железного века занимались ювелирным искусством. Золотой человек найден в могильнике Талды-2, Каркаралинский район, археологом Арманом Бесеновым. Этот золотой человек Сарарки, так называемый, является нашу гордостью. На нем были найдены около 200 крупных и более 20 тысяч мелких золотых украшений. На то время на территории центрального Казахстана существовала яркая самобытная культура саков. И этот золотой человек, который я сейчас поставлю в нашем музее, тому доказательство, как жили наши предки. Если же уйти в доисторическое прошлое, то на месте Сарарки в те времена были болота и озера, вдоль которых росли гигантские деревья по 30-40 метров в высоту. От топара до балхаша тянулась горная область с цепями действующих вулканов. На этих склонах зародились растения, которые расселились позднее по всей Сибири и Дальнему Востоку. В пластах каргандинского угля не раз находили окаменелые стволы этих и других растений.